Да, братья и сестры, тему продолжаем. Уроки из истории христианства получились у нас сегодня интересные. Мы узнали о том, что политика цезарь-паппизма это политика подчиненности церкви-государства. Вот именно, даже скажу, главные ереси в истории христианства, такие самые большие, наверное, как раз именно они и пришли благодаря политическому заказу. Ну, некоторые из этих ересей очень четко даже прослеживаются, как отрабатывание политического заказа определенного. Допустим, вот такой повсеместно распространенный, допустим, в православии, в католицизме педобаптизм, ну, крещение младенцев, проще говоря. Крещение младенцев, педобаптизм, да. Эта ересь, она как раз пришла именно из политиков, как политический заказ определенный. Вот в наших церквях, реформаторской, такой обновленческой православной церкви, мы крестим, вот и я, и наши священники, мы крестим сознательно верующих людей, осмысленно верующих, или как в мессианских общинах называют твилой, да, это, погружением. И вот мы совершаем это сознательно верующими людьми. Хотя раньше, допустим, я был, получается, педобаптистом, когда до 96-го года я был священником традиционной русской православной церкви. С 88-го года, начало 88-го года, я начал свое служение, полное уже служение в церкви, и вне церкви себя не мог представить уже. До 88-го года я, ну, в храм приходил, но я не был служителем там, хотя помогал священнику. Я был художником, я заканчивал училище художественное, и работал в мастерской, это была моя жизнь, знаете, вот, я себя видел именно только художником. Но в начале 88-го такой поиск Бога и призвание, знаете, привел меня все-таки в церковь. На моем жизненном пути был один пример очень интересный, один пожилой священнослужитель, которому я туда прилепился очень сильно сердцем и помогал ему во всем. Это был отец Иоанн Квитович, старенький такой протеерей метрофорный, то есть, ну, это может ни о чем говорить, но это заслуженный священник один старый. И вот я был возле него, и вот как раз его пример повлиял на меня очень тогда очень сильно, в этот переломный такой момент юношества. И я, значит, даже сказал это и родителям, что я хочу быть священнослужителем, избираю такой путь, оставляю мастерскую, оставляю все, оставляю искусство и полностью иду в церковь работать. То есть, устроился на работу в храм, но будет время, может, еще расскажу немного о себе тоже чуть, но скажу, что тогда с 88-го года, начав свое служение, я погрузился в теологию такую православную, стал изучать отцов церкви. И, понимаете ли, для меня тогда вопрос был очень важный такой о крещении. Я сам не был крещен в детстве, в детском возрасте, потому что родители были атеистами, именно убежденными атеистами. И дедушка и бабушка тоже были атеистами, убежденными. И, понимаете ли, дедушка был полковником НКВД еще до войны, потом управляющим банком был рижским, и бабушка тоже была из старых партийных работников. И как бы еще, ну, сталинских времен еще, и до войны она была в суде работала, и, значит, в военном трибунале. То есть была такая очень жесткая женщина и неверующая, то есть никакая, ни христианская, никакая другая религия ее никак не приличала абсолютно. И они были противниками любой религии вообще, абсолютно. И даже их родители, мои прабабушка, прадедушка были атеистами с их слов, и при том убежденными были атеистами, не принимавшие никакой религии. То есть я вырос в такой традиционно атеистической такой семье. И, конечно, был разрыв семьей, неизбежный тогда, очень болезненный для меня, и для родителей, и для родственников, и отрекались от меня родители. То есть это было очень тяжелым таким испытанием в моей жизни. Но я погрузился в религию православную, я думал, это и есть форма служения Богу, понимаете ли. И я за чистую монету тогда принял все то, что было в церкви. Фактически стал таким всеядным. И только лишь... Да, потом в 91-м году я сам стал священником уже и служил на приходе в Рязани, потом в Рязанской области, в Брянской области поработал немного, тоже священником-настоятелем храма одного. И в 96-м году, когда Господь меня так развернул к Слову Божьему, к Библии, и все переосмысление произошло у меня, моя личная реформация произошла, то некоторые вопросы, они для меня по-новому как бы стали актуальными, важными. Вот вопрос о крещении. Я тогда крестил всех детей, младенцев, значит, и так делали тысячи моих коллег, так я тоже делал, как научен был, да, и ничего в этом плохого не видел абсолютно я. Но когда, понимаете ли, к Писанию, к Библии именно Бог развернул меня, мое внимание, то рушились твердыни определенные. И, наверное, одна из этих крепостей дьявольских в моем сознании, это была как раз крепость педобаптизма. Потому что везде в Библии так или иначе, прямо или косвенно имелась в виду вера самого крещаемого человека, вера самого обращенного человека. Нигде не говорилось о возможности крещения по принуждению, там, или крещение младенческое, значит, везде так или иначе имелась в виду прямо или косвенно вера. И вот мне было интересно тогда, в 1996 году, было исторические корни прощупать, узнать, как же было в истории христианства раньше-то. Не в Византии уже, когда все было сформировано это, а до того. И я с удивлением тогда обнаружил, что первые века христианства не знало педобаптизма просто-напросто. Ни первых три столетия гонений, ни потом целое столетие уже мирной церкви, когда тысячи храмов по всей Византии и Римской империи строились. Не было в них практики крещения младенцев. Хотя вопросы поднимались о детском крещении, но не было крещения младенцев именно. И все там известные для меня тогда, как бы, отцы церкви, тот же самый Златоустый Иоанн, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, там, ну, известные другие отцы, они все были крещены в зрелом возрасте, за 20 им было, лет 30 было кому-то из них. Хотя они выросли в христианских семьях у Василия Великого, там, его родители были служителями церкви, его дедушки и бабушки, даже прадедушка и прабабушка были служителями. То есть из потомственных служителей человек, однако же был крещен, ему было уже по 30 лет. И в православных же источниках описывается, что такая обычно приписочка есть в чете хминеях, что в то время это было типично, это было обычно принимать крещение по 30 лет аж. И, понимаете ли, я подумал так, что раз Писание говорит о крещении взрослых, раз, значит, история церкви первых четырех столетий говорит о крещении взрослых, то как это пришло в жизнь церкви, крещение младенцев? Выяснилось все гораздо проще, чем я полагал даже. Пришло именно как политический заказ в жизнь церкви, потому что христианство становилось принудительным, не просто государственным даже, а добровольно принудительным становилось. И вначале всевозможными выгодами и льготами в христианство обращались миллионы душ, потом уже под страхом чуть ли не смертной казни, а порой даже под страхом смертной казни, указами императорскими. Но впоследствии, в начале пятого столетия указы уже гласили о крещении самих младенцев. То есть ты из самого младенчества уже был крещен бы, и ты уже являлся частью государственной официальной религии. Ну, если ты вырастал, допустим, и хотел уйти из церкви, то тебе нельзя было это сделать. Смертная казнь была за отказ, за выход, даже попытку выхода из церкви. Смертная казнь была также и на Руси. То есть попасть в церковь было очень просто, а выйти невозможно. Значит, допустим, Русь, когда Киевская была крещена, она же крещена была не добровольно. Николай Лесков, запомните, вот великий русский такой писатель Николай Лесков, он исследовал тему истории христианства и проблему педобаптизма, также изучал. И вот крещение Руси, тема, одна из тем как раз, значит, Николая Лескова, он написал так об этом. Русь, говорит, была крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена. И о самом крестителе Николай Лесков о Владимире князе, он написал так. Он принял, говорит, христианство, но не принял Христа. Он принял христианство, да, как религию государственную, но не Христа, как спасителя, как Господа, Бога своего. И в этом большая проблема. Форма пришла, но без содержания библейского, евангельского, в этом был большой кризис. И крещение было насильственным огнем и мечом. Об этом даже лояльные к режиму Владимира и, значит, последующих князей летописцы, они упоминают об этом. А уже в советское время, особенно после Второй мировой войны, когда археологи вели раскопки в Великом Новгороде, в других городах, было доказано, что летописцы явно не договаривали в своих летописях. Потому что, допустим, по исследованиям в 70-е годы мест пепелищ Великого Новгорода, исследователи пришли однозначно к выводу, что репрессии были гораздо большими, чем их могли представить ранее. До того. Потому что каждое пепелище, массовое пепелище, времен как раз крещения Руси, Новгорода, крещения, так вот, на каждом пепелище был клад обнаружен, нетронутый. А это было для археологов такое, ну, конечно, хорошее событие, но и дурной знак, значит, никто из этой семьи не вернулся на это пепелище. Значит, вероятнее всего, они были убиты, эти люди. И таких пепелищ, по количеству пепелищ определили, что фактически до 2-3 всего населения Новгорода было вырезано за отказ принять христианство. Значит, вот страшная плата за насильственную христианизацию населения. То есть, Владимир князь стал палачом своего же народа. И это ужасное событие, конечно. Однако же его по-прежнему называют, вот, традиционалисты, знаете ли, и святым, и чуть не равно апостольным, князем великим, Красное Солнышко. Но, в общем-то, много кровушки пролил этот князь. И, в общем-то, просветителем его никак нельзя назвать. Скорее всего, он и сам и умер непросвещенным. Значит, не говоря уже про народ свой, который он загнал во тьму кромешную, из поломяда в пламя, от медведя попятился, на волка нарвался или наоборот. Вы знаете ли, то есть, от одного язычества отошел, но к другому, еще худшему, такому в христианской оберточке пришел. Но, это дальнейшая история уже. Но, педобаптизм, он изначально на Руси был введен. То есть, всех христили, и взрослых, и детей. И тех, и других не спрашивали, во что они верят или не верят, и прочее. И вот, крещение младенцев было обязательно. И также, выход из православия на Руси карался смертной казнью, однозначно. Все эти столетия до самой императрицы государни Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Дочь Петра, Елизавета Петровна, она смягчила законы Российской империи многие, и по многим статьям отменила смертную казнь. Несмотря на протесты Синода, на ультиматумы Синода. То есть, церковь православная выступила в оппозиции государни этой императрицы. Потому что, церковь настаивала на сохранении смертной казни по этой статье, за выход из православия. Но, императрица была непреклонна, в ней Петровская жилка была все-таки. И она, значит, пошла на рожон и отменила смертную казнь за выход из православия. Заменила 25 годами каторжных работ. Значит, то есть, это была милость, как бы, с ее стороны. Но, церковь была против даже этой меры, потому что, большинство и бископов, митрополитов было убеждено, что нужно убивать. Но не ссылать в Сибирь, потому что, после 25 лет каторжных работ, человек мог иметь паспорт на руках, где в графе вероисповедания было бы записано, что он не православный. А это было опасным для, ну, в понимании традиционно православной церкви, прецедентом. Он мог бы совращать других, как бы, после этого срока, значит, людей в свою ересь, как бы. И потом закон смягчался. 20 лет было каторжных работ, потом было 15, 7 лет было. Но до самого 1917 года сохранялось уголовное преследование по этой статье. Больше всего было, кстати, арестовано и посажено в тюрьмы, как раз именно с 1905 по 1917 годы. Десятки тысяч евангельских христиан, там, Духоборов, Малакан, там, Баптистов, было брошено в застенки. И в Сибирь, и до самой Якутии были отправлены за декларацию своей веры, за крещение уже сознательное по вере в Иисуса Христа, что каралось, значит, длительными сроками тюремного заключения в царской России. Александр Керенский, вот, во главе первого в истории России демократического правительства, объявил полную амнистию по этим статьям. И вообще, весь 14 том из свода законов Российской империи был изъят использования судами, потому что именно 14 том отвечал за, регламентировал все эти вопросы, отвечал за контроль государства над церковью. И добровольно-принудительная система православная просто-напросто, ну, была ликвидирована, да. Слушайте, кстати, интересный вопрос. Вот, думаю, вас тоже это заинтересует. Вопрос был не только о педобаптизме тогда же. Значит, то есть Керенский объявил, что, значит, кстати, в советской истории его очень не любили, конечно, и Керенского таким клоуном представляли, хотя, судя по его именно деяниям, это был достойный человек был. По крайней мере, его действия многие политические, экономические были очень, ну, опережающими время. Так вот, и решение правительства временно было следующее, что каждый гражданин России имеет право выбора. Если он крещен в православии, он может в любой момент веру свою оставить, церковь, и избрать то, что его совести уже, как бы, соответствует. И крещение, вопрос был упрощен. То есть каждый гражданин России мог крестить детей, а мог не крестить. То есть все было предоставлено на волю человека. А до 17-го года человек не имел права выбора. То есть если ты был крещен, ты обязан был крестить. Если не крестил, у тебя могли лишить прав родительских, ребенка могли забрать у тебя, насильственно крестить и отдать в приюты специально при монастырях, либо при епархиальных управлениях. И ты мог не видеть своего... Если ты после этого по-прежнему оставался в своих убеждениях, ты лишался прав окончательно и не мог видеть своего ребенка до его совершеннолетия вообще. И были очень жесткие законы. Полиция, жандармы забирали детей и лишали прав родительских. Очень многих евангельских, тогда христиан, да и выкрестов евреев тоже туда не жаловали. Знаете ли, хотя и выкресты, но все равно власти к ним относились очень и очень даже так вот предосудительно. Особенно при Александре Третьем, там были просто-напросто драконовские законы писаны. Это тоже история христианства, я могу об этом тоже поделиться. Это тоже очень интересная тема, господа. Скажу, это очень важная тема даже. Так вот, и вопрос-то еще интересный. Наверняка вам придется рано или поздно с этим сталкиваться. Потому что средства массовой информации, украинские, российские, обычно, как говорят, о, это сектанты, у них там десятина в церквях. Хотя в царской России десятина была изначальной. Сразу после крещения Руси, первый храм на Руси, вот вам ваш козырь, да, первый храм на Руси, значит, уже не деревянный, а каменный, основательный, он так и назывался, Десятинная церковь. Обратите ваше внимание. А почему? Это не просто совпадение. Храм был построен на десятины киевлян, крещеных. Ну, правда, десятина на Руси была такая добровольно-принудительная. То есть, как бы, не хочешь заставим, не можешь научим. Армейская система была. И в дальнейшем этот храм содержался на десятинах князей киевских. И все, история христианства на Руси, всю историю Десятины была как государственный такой церковный налог. Допустим, в начале 20-го столетия, если ты, допустим, работал на производстве, был рабочим, фабричным, то 10% твоей зарплаты, значит, ты даже не получал на руки, они сразу шли как налог в церковь. А с 90% всех остальных брались налоги, государственные штрафы и вычеты и прочее. Значит, это был известный факт. Если ты был крестьянином, то 10% всей сельхозпродукции, значит, у тебя забирали, даже не спрашивали, значит, хочешь ты того или не хочешь. Если ты уклонялся или утаивал десятину, тебя наказывали, значит, штрафовали. И, ну, самым злостным неплательщикам предъявляли очень жестокие требования такие, значит, и вплоть до ссылки в Сибирь, значит, лишение там прав многих там и прочее. Ну, не говоря уже про порки регулярные там, то есть, публичные порки, это были популярные там в России, экзекуции. За отказ платить десятину. Керенский здесь тоже ввел новшество такое. Он ввел принцип доброохотности в Десятинах. Впервые в истории России, начиная с 988-го Крещения Руси и до 1917-го было обязательно. Так вот, Керенский ввел принцип добровольности. И сам он, все время находясь во главе правительства, он давал десятину, известный факт, значит, и членам временного правительства давали десятину. Но, значит, подавляющее большинство граждан России десятину не давало. В Петербурге, тогдашнем Петрограде, я могу быть неточным, но 2 или 3 процента всего лишь населения по учебнику монизматика в школе, еще я помню, прочел такое, что лишь 2 или 3 процента всего лишь населения давало десятину в 1917-м году. И то платило десятину в основном, опять-таки, дворянство, купечество, такие большие люди. А вот именно говорить о простых рабочих, значит, там, или солдатах, высшие офицеры, допустим, да, офицерский состав во многом давал десятину. Но простые солдаты и младший офицерский состав не давал десятину, за редким исключением вообще. Вот, это известный тоже факт, об этом пишут разные историки, источники. То есть, все это показывает, что десятина была принудительной. Священники чаще всего, за редким исключением, не объясняли, зачем это, для чего это, что это такое. Поэтому и невежество царило. Поэтому люди, которые всю жизнь выросли в храме, значит, и ходили в храм с самого детства, потом с энтузиазмом таким же ломали эти храмы, потому что православие уже опостылило, потому что поперек горла было и самим же православным христианам. Значит, как вот Марцинковский писал о своей беседе с революционными матросами, Владимир Марцинковский, такой еврейский православный реформатор, очень интересный человек, основатель первой в Хайфе, в своем роде, арабско-еврейской общины мессианской. Это было, это Марцинковский, я рекомендую его, значит, для вашего внимания, изучения, записки верующего его книга, потрясающие, ну, мне очень понравилось и очень нравится до сих пор. Другие его, Крещение взрослых и православие, будьте здоровы. Его там лекции есть, он апологет был хороший, вырос, вырос в семье евреев-выкрестов, он интересовался православием очень глубоко, понимаете ли. И он задавал вопросы, которых многие боялись даже ставить. И в том числе вопрос о необходимости церкви перейти на библейское Крещение по вере уже самого человека, отказаться от педобаптизма. Марцинковский очень грамотно это все обосновал. И крыть было нечем, абсолютно. Настолько грамотно подал все это в записке своей докладной на имя патриарха и епископов, что никто из епископов тогда не смог ему перечить вообще. Ответить никто не смог. А больше того, секретарь патриарха Тихона тогдашнего вынужден был признать, что да, вопрос важный, вопрос нужный, актуальный. Но вот мы его попозже рассмотрим. А попозже не получилось уже. Потом война и смута и был уже не до того. Но Марцинковский сделал свое дело, считая благородное дело. Он, пусть был и не услышан чаще, большей частью православной церкви, но он сказал голос правды. И потом, когда уже железный занавес Советского Союза Безбожного стал опускаться, ему удалось в самый последний момент чуть ли не уже спрыгнуть из Савдепи и оказаться за границей. И потом он женился на дочери Шумахера, известного археолога немецкого, который работал в Израиле и с именем которого связано очень много находок археологических в Израиле. И переехал в Хайфу. И в Хайфе он основал первую такую общину по откровению, общину, где бы и евреи собрались, и арабы вместе в одной молитве проставляли Господа Ишуа. Вообще это было потрясающим вообще в истории экспериментом, событием вообще. Слава Богу. Вот так вот. Он успел и как православный реформатор обновленец поработать, и как мессианский реформатор поработать. Да. Хорошо. Так вот, педобаптизм это явление уродливого, явление традиционного христианства исторического. Оно пришло как политический заказ. Императоры были заинтересованы в такой массе, понимаете ли, серых христиан. Как говорил, знаете ли, интересно. Я вам расскажу еще одну такую вещь. Значит, я был еще священником традиционным, но уже пробуждающимся где-то как-то. Интересующимся. Задающим вопросы. Знаете ли. Я приехал в Москву к одному священнослужителю высокопоставленному, и я, в общем-то, задавал некоторые вопросы ему. И вот, среди прочих, я вопрос задал, допустим, там, ну вот, меня беспокоило, почему не можем мы перейти на, допустим, русский язык в богослужении. Почему вот этот старославянский, который еще Ломоносов писал, он непонятен нам. Ну, нельзя ли бы вот на русском языке. И, да и вот крещение, допустим, по вере, значит, к этому как-то подойти. Как предлагал тогда один из московских священников, говорил, может быть, назначен канонический пост. То есть, всех, кто до этого числа такого-то года был крещен в детстве, признать крещенными. А с этого числа договориться, отныне будем крестить только лишь взрослых людей. То есть, ну, такое решение даже предлагалось тогда. И я, в принципе, даже одобрял такое. Думаю, может быть, правда попробовать. И я приехал из села, значит, приехал в столицу, значит, да, первопрестольную. И вот с этим высокопоставленным священнослужителем стал беседовать. И он мне сказал, грамотный прихожанин, это, говорит, самый опасный прихожанин. Ну, там говорил еще много всего остального. Но я понял, что система боится грамотного прихожанин. Потому что взрослый крещеный автоматически это думающий. Ну, хотя бы немного, но думающий человек. Хотя бы немного, но переживший что-то в своей жизни человек. А крещеный в детстве с ним меньше проблем. Меньше знает, спит спокойно. И вообще, как бы, никакого движения у него. Система боится. Религиозно-мафиозно-современная система православия, коррумпированная система, очень боится думающего, значит, прихожанина. Боится думающего христианина. И поэтому педобаптизм это зацепка, вот, традиционалистов, значит, и, как бы, вот... Ну, и Ахиллесова пята, в общем-то, традиционной церкви. Я, будучи священником традиционным, однажды... Мне в руки попал однажды трактат баптистский. Тогда я еще... Это было еще, когда я не думал о крещении взрослых. Так вот, и там было написано. Баптисты издавали. Что Библия говорит о крещении младенцев. Думаю, о, баптисты, значит, взялись за ум, как бы, значит... Корням их потянуло, наверное. Открываю чистый лист. Ну, мало ли, может, опечаточка типографская. Я сам был редактором тогда газеты православной. Ну, может, мало ли, опечатка. Значит, закрываю, и написано. Да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев, а говорит о крещении сознательно верующих людей. Да... Кипел мой разум возмущенный. Да, думаю, Эх, Шельман, вот что они делают, а. А потом прошло время некоторое, знаете ли, я думаю, ну, я был Богу благодарен вообще, что вообще вопрос такой был поставлен. И в моей жизни, знаете ли, он тоже был поставлен. И вот, как говорил покойный уже Сергей Сергеевич Аверинцев, такой православный такой был обновленец, академик московский, лингвист, человек с мировым именем, знаете ли, он православный человек был. И, ну, понятно, он не священнослужитель. Но он часто говорил о необходимости реформ в церкви, больших реформ, вероучительных, обрядовых. И его многие такие высокопоставленные, особо церковные, его упрекали и говорили, вот, Сергей Сергеевич, занимаетесь с наукой, но, как бы, мы сами в церкви, сами с усами и с бородами, да. А вы знаете ли, что говорил Сергей Сергеевич очень часто и в статьях своих, и так вот устно, говорит, заходя в храм, я, говорит, снимаю шляпу, но не голову же. Ну, слава Богу за таких граждан, которые не снимают головы своей. И вообще задача реформации любой, будь то 16-го столетия, будь то 18-го или 20-го, 21-го столетия уже, да, в нынешнем времени, одна из благородных задач реформации, это заставить человека думать своей головой. Они задумались. Это не только про тех евреев, которые признали Иешуа своим ашехм, а это еще и о тех христианах, которые стали думать своей головой, не прятаться за ширму коллективной безответственности, знаете ли, а осознать, что однажды все-таки, как ни крути, каким бы то ни был хитроумным, живущего на небесах не обманешь. Однажды при судилище Христово встанешь и дашь отчет за все то, что сделала Жерафтирия, доброе или худое. И, знаете ли, вот это и стрезвляет. Будь то традиционный иудаизм или традиционное христианство, людям проще прятаться за ширму коллективной такой ответственности, знаете ли, но поперек горла, будь то еврею или христианину, сама мысль встать персонально перед Создателем, перед Богом, а ведь Писание нас именно этому и учит. Мы не спрячемся, вот, о, я обрезан, я исполняю закон, нет, или я крещен, я хожу в церковь, нет. Есть один путь, истина и жизнь, один мостик над пропастью, бездонной пропастью, это сам Мессия, это сам Христос. Братья, сестры, значит, какие еще ереси пришли? Вкратце, давайте запишем. Начиная, мы записали дату 313 год, да? Запомним эту дату, Миланский эдикт, или закон Константина и Ликиния, Миланский эдикт называют императора Константина, была свобода объявлена, и вот затем с 325, запишите, с 325 года по 843 год, с 325 по 843 год зарождалось и формировалось, зарождалось и формировалось ритуальное христианство. Некоторые говорят, виртуальное христианство. Зарождалось и формировалось ритуальное христианство как государственная религия империи. Ритуальное христианство как государственная религия империи. Ну, имелось в виду Римской, Византийской империи, ну и дальнейших империй народов. Так вот, если, значит, зарождалось и формировалось, то как зарождалось и формировалось? Через цезарепопизм, значит, и что же происходило в это время? Какие главные такие проблемы пришли в жизнь церкви? Одну из них я уже, даже две уже сказал, антисемитизм я назвал, проблему, которая пришла именно в этом, она приходила и раньше, проклевывалась, знаете ли? Ну, это были лишь трещинки еще, проблем. А вот в это время, к сожалению, антисемитизм стал, уже становился политикой, идеологией. Задолго до Третьего Рейха, задолго до Инквизиции, задолго до, значит, еще до крестовых походов. Именно в это время все закладывалось, фундамент закладывался, в это время все формировалось. Последующие, вот эти вершки проблем, но это корешки, они здесь, вот в эти годы, в эти столетия, корешки всех этих проблем. Недаром, министр пропаганды Геббельс, Гитлер также, другие идеологи Третьего Рейха, фашисты, они ссылались на как раз вот эти времена. Допустим, знаменитые слова, значит, Геббельса, Гитлера, о том, что по отношению к евреям я не делал ничего из того, что не делала христианская церковь на протяжении последних полутора тысяч лет. И Геббельс ссылался как раз на Златоустова, на других отцов, которые как раз в это время жили. И антисемитизм. Также мы отметим, что педобаптизм, уже упомянутый уже, именно как раз в это время он зарождался и формировался. Не сразу, не все так было гладко, понимаете ли, не все так вот, хотя законы были императорские, но не сразу эта ересь, она прижилась. Не везде она вот так вот была принята христианами за просто так. Нет, с боем порой, но она прижилась. И к концу этого периода даже археологи подтверждают, даже храмы строили в основном уже без баптистериев и лишь маленькими купелями отделывались, потому что повсеместно перешли, ну к 11 столетию уже не было даже в проектах храмов 11 столетия и дальше не было даже баптистериев как таковых вообще. А в это время еще были где-то баптистериев, где-то были вот эти вот крестильные, эти вот надо же, реформатора забыл уже как называется-то. Купель. Слава Богу. Нет, знаете, да, вот так. Мне многие батюшки уже говорят, вчерашние коллеги мои даже говорят, значит, что говорят, ты наобщался с протестантами, сам стал протестантом. Я говорю, да, хорошо, да, я стал протестантом. Харизма тряженная там, еще как-то еще называют мне. Вот. И, да, но я, я, кстати, отвечаю, парьеру, знаете, чем вот этим батюшкам. Говорю, знаете ли, господа, говорю, вот еще, говорю, брать не было еще ни Лютера, ни Кальвина, ни кого-то еще из этих отцов протестантизма, основателей, да, а все это же было в Писании. Это все, это не просто там Лютерова там, Кальвина, детище. Это не Кальвин там свою дерзкую руку взял и подписал что-то там, допустим, что един Бог, един посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Да, вот. Почитал. И прочитал, и еще донес знаменитая сова скриптура, да, только Писание. Вот это спасло мир от краха, христианский мир, от полного банкротства вообще. Ну, ладно. Так, давайте запишем к концу этого урока, у нас немного осталось времени, запишем, что еще, мы антисемитизм, педобаптизм, да, я еще на следующем уроке, у нас еще один урок будет, да, я отдам еще материал на эту тему. Многобожие, многобожие, но это одним словом, таким страшным словом, я обозначил большую проблему, существовавшую и существующую посередине в христианстве историческом. Многобожие, это не то, чтобы вера во многих богов, это вера во многих посредников, дополнительных посредников, помимо одного, единственного и неповторимого посредника Иисуса Христа, которых наделяют божескими свойствами все ведения, все присутствия и на практике, не только в теории, но и на практике средний такой обыватель, православный или католический молится чаще кому-то из умерших святых, там, значит, как посредников Иисус, если присутствует в молитвенной жизни такого христианина, то он где-то сбоку припек, а то и вообще выпадает из этого калейдоскопа. Значит, многобожие это вера во всевозможных посредников дополнительных. Первое Тимофея, отметьте здесь, Первое Тимофея 2.5, такое классическое местописание, ибо един Бог написано и един посредник между Богом и человеком и человек Христос и Иисус. Значит, Иоанна 14.6, что я из путь истинной жизни, уже упомянутое местописание, да и все послание к евреям, допустим, оно говорит, что нам, об одном первосвященнике, ходатай Нового Завета, который однажды, войдя во святое, во святилище святое, приобрел искупление вечное для однажды и навсегда. Слава Иисусу Христу! Ни в ком он у меня спасения, ибо нет другого, ни под небом данного нам людям, которым надлежало нам спастись. Это не просто мнение апостольское, нет, это Духом Святым было сказано и это записано, и этим жила Церковь первое столетие, этим живем сегодня мы, христиане, в 21-е столетие. Я расскажу уже на следующем уроке, как дошли до жизни такое, как многобожие пришло в жизнь Церкви постепенно, с датами, с цифрами некоторыми и с именами. Потом еще, 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 тут же запишите еще некоторые проблемы. Идолопоклонство, идолопоклонство, как оно пришло в жизнь Церкви, я тоже расскажу попозже. Идолопоклонство, оно есть открытых форм и есть скрытых форм, это проблема. Открытых форм, вульгарных, можно много увидеть в современном православии, католицизме также, в протестантизме очень редко такая форма, допустим, поклонение иконам, крестам, мощам, даже, кстати, ношение креста, это тоже может быть формой фетишизм, формой идолопоклонства. Если я буду думать, что крест меня спасает, защищает, благоставляет, духовным делает, то, конечно, у меня большая проблема. Но я так не думаю. Думал когда-то, Бог помиловал меня в этом. Сегодня для меня это мой религиозный бейджик. Я ношу по ноге такую медальон, это или крест, знак епископской власти, не как, допустим, украшение, или как говорят, гламурная фенечка. Я где-то был, в Новосибирске, захожу, мы там заходили в ресторан, выходят люди, батюшка, у вас гламурная фенечка? Я говорю, нет, крест животворящий. Подтверждение. Не, вообще, это другая тема, суеверих уже. Да. И, хорошо, в таком еврейском помазании, таком, да? И, значит, стоп, идолопоклонство, всем это серьезно, слушайте, а вы так ее смехом все, ну ладно. Значит, и поклонение мощам, крестам, значит, все это, значит, можно отнести к идолопоклонству. Но есть скрытые формы болезни этой, не менее убийственные, но они вот не на виду, а порой они даже еще более опасные. Это, допустим, написано в Новом Завете любостяжание, да? Жадина, да? Ну, не просто жадина, уже жадина, говедина уже. Вот это уже есть идолопоклонство. Когда человек уже живет материалистическим таким образом мышления, значит, он в глазах Бога идолопоклонник. И также, помните, первое царство, под занавес, вспомним, Самуил обличает Саула в идолопоклонстве, хотя внешне он не был идолопоклонником, его нельзя было упрекнуть в этом. Но в глазах Бога он был идолопоклонником. Почему? Потому что непослушание в контексте Божьему Слову, Божьему, и противление, есть то же самое, что идолослужение. А колдовство там в буквальном тексте имеется в виду принесение перед идолами жертв. Значит, то есть в глазах Бога Саул был, значит, идолопоклонником, хотя внешне, но, а в чем было его идолопоклонство? Непослушание Слову Божьему и противление Слову Божьему. Вот человек может внушаться идолов, но святотатствовать. Говорит, о, эти православные, они там иконы целуют, о, эти католики, там, кресты с Девы Марии носятся. А в глазах Бога быть таким же идолопоклонником, не принимая Слово Божьем, понимая, но не принимая его и, более того, противясь Слову Божьему. Господь да помилует всех нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok